Девушки отдыхают Итак, как это сделано? Швеция. Холодная, прекрасная. И на две трети покрытая деревьями, идеально подходящими для производства туалетной бумаги. Для прочной бумаги нужны длинные волокна быстрорастущих деревьев, таких как европейская ель. Но мировой спрос на туалетную бумагу эквивалентен сотне тысяч деревьев в день. Вручают такие 20-тонные машины для валки специально приспособленные убийцы деревьев. Они валят и пилят деревья с беспощадной эффективностью. Все это контролируется компьютером из удобной кабины Пэра Тьернберга. Самое главное — это выбрать правильное дерево и эффективно работать. Резак обхватывает дерево как тиски, и почти метровая пила разрезает ствол. Затем четыре лезвия очищают поваленное дерево от сучьев, а пила разрезает его на подходящие для транспортировки размеры. Менее чем за 40 секунд дерево превращается в кучу бревен. Самые толстые бревна отправляются на лесопильни, где из них делают двери, окна, полы и мебель. Бревна поуже завершают свой путь в туалете целлюлозного завода Йостранд. Каждый день на здешний двор прибывают 250 грузовиков с бревнами. Сначала их нужно разгрузить. Это осуществляет гигантская клешня бревноукладчика, которая за раз поднимает до 28 тонн груза. Из деревьев необходимо извлечь целлюлозу. Но в коре много танина и других ненужных веществ, поэтому бревна сперва очищают. Это смахивает на машинное отделение Титаника. Но на самом деле здесь, в самом разгаре, короотделение. Бревна поступают в этот гигантский, вращающийся окорочный барабан. Внутри него бревна сталкиваются друг с другом, и кора отделяется или стирается. Затем она используется как топливо. Ободранные бревна выходят на конвейере с другой стороны, а затем разрезаются мощным режущим диском. Получается воплощение мечты гигантского хомяка. Но для завода эти горы – просто кошмар. Целлюлоза слипается из-за лигнина, для удаления которого нужны высокие технологии. Эта комната управления похожа на центр управления полетами. Здесь управляют могучей 35-метровой машиной под названием «Автоклав» непрерывного действия. Внутри него стружка смешивается с водой и химическими веществами и разогревается до 170 градусов под высоким давлением. Клетчатка отделяется от отходов и остаётся бассейн целлюлоза. Эта газская масса будет очищена кислородом, берекисью и озоном. Затем нужно будет удалить всю воду. Массу проводят через раскалённые валики и прессы на скорости 170 метров в минуту. Она разогревается примерно до 100 градусов. Получается слой целлюлозы с содержанием влаги всего 10%. Её разрезают на полоски площадью в 60 квадратных метров, которые затем складываются и сжимаются для удаления лишнего воздуха. Но оператор Бьёрн Люнгфильд объяснил, что всё не совсем так, как кажется. Это похоже на лист бумаги, но на самом деле это клетчатка. Это 100% целлюлоза, потрясающе плотная. Это прекрасный материал для укрепления туалетной бумаги. Затем упаковки целлюлозы перевозят на 400 километров на бумажную фабрику в городке Лилла-Эддет. Тщательно высушенную целлюлозу первым делом растворяют. Семь упаковок помещают в 25 тысяч литров воды, разогретой до 60 градусов, и добавляют крахмал, чтобы усилить волокна. Всё это месяц 20 минут, и опять образуется вязкое вещество. Чтобы превратить его в туалетную бумагу, требуется ещё один компонент – макулатура. Каждый год на этот завод поступает 150 тысяч тонн ненужной информации. От альманахов до журналов. Это 86% их сырья. Во время утилизации целлюлоза разделяется на короткие волокна, благодаря которым бумага растворится, когда её смоют. Макулатуру очищают от краски, а затем смешивают с целлюлозой и отправляют в эту бумагоделательную машину. Её длина – 34 метра, а высота – почти три этажа. Эта огромная машина – лучшая сушилка на Земле. Сначала она распыляет клетчатку на рулон синей сетки. Он служит ситом, собирает волокна, пропуская сточную воду. Содержание воды уменьшается с 99% до 90%. Затем серия валиков и прессов удаляет ещё больше воды, снижая её содержание до 60%. Но это всё равно слишком много. Поэтому цилиндр, нагретый до 100 градусов, превращает воду в пар, оставляя бумагу с содержанием воды всего 6%. Но эта бумага больше подходит для книг, чем для туалета. Чтобы сделать из твёрдых листов мягкую туалетную бумагу, проводится специальный процесс под названием «крипирование». Рулон высыхает, и лезвие соскребает его с остального цилиндра. Бумага сминается и растягивается, становится мягче и гибче. За машиной следит Юнос Пильстрём. Стальное лезвие соскребает бумагу с сушильного барабана, придавая ей волнообразный вид. Именно этим туалетная бумага отличается от печатной. Мягкая, прочная и очень длинная бумага наматывается на гигантский барабан, подходящий для туалета Гулливера. Эти гиганты находятся на самоходных тележках, которые доставляют их на конвертинг. Каждый барабан весит 2,5 тонны, как гиппопотан. Здесь создаются рулоны туалетной бумаги. Необходима точная толщина. Каждый рулон состоит из одного листа бумаги. Он тоньше, чем необходимо. Поэтому два рулона соединяют, и образуется двухслойный лист бумаги. В центре каждого рулона находится картонная трубка. Они производятся из двух склеенных полосок, обернутых вокруг заготовки. Затем на каждую трубку со скоростью 600 метров в минуту наматываются 50 метров бумаги. Компьютер контролирует процесс для получения правильной длины. Но это слишком широкие рулоны. Поэтому каждый из них режут на 34 небольших рулона, которые затем упаковываются. Получившийся результат, кроме как потрясающим, не назовешь. Продолжение следует...